Здесь, можно сказать, куется щит Родины. В годы Великой Отечественной войны на Куйбышевском механическом заводе делали бронекорпуса для легендарных штурмовиков Ил-2. Пережив тяжелые 90-е годы, завод теперь уже салют вновь на службе Отечеству. Порядка 96% всей продукции производят для оборонной промышленности. За последние 4 года объемы производства увеличились более чем в 4 раза. Заказами салют обеспечен. Ежегодно, по прогнозам, производство будет увеличиваться на 40%. За счет федеральной целевой программы, которой мы начали заниматься еще с 2008 года, вот за этот период мы получили порядка 60 станков нового поколения, поколения 21 века. В цеха предприятия журналистов не допускают специфика производства. А вот общение с сотрудниками салюта получилось искренним и открытым. На встрече заводчане обсудили с главой администрации Самары Олегом Фурсовым реформу местного самоуправления и предстоящие выборы в районные советы депутатов. Пройдут они 13 сентября. Районные советы создаются, чтобы в приоритете у власти были вопросы земные, важные для горожан. Для того, чтобы на уровне районов решались задачи, связанные с непосредственным развитием каждого района, с непосредственным благоустройством того или иного двора, с решением вопросов, которые волнуют каждого человека. Необходимо, чтобы в составе районных советов, в составе городской думы были люди, представляющие не интересы финансовых кругов, а интересы простых людей. Заводчане – люди активные. Не только сами придут на выборы. Из числа сотрудников выдвигают 8 кандидатов в райсоветы. Вопросы благоустройства, в частности поселка Мехзавод, заводчанам не чужды. Тот же ремонт дорог, по поводу которого руководители предприятий Красноглинского района уже обращались к Олегу Фурсову. Мы десятилетиями говорим, что нужно улицу Батайскую сделать. Она идет через Красную Глинку и Волжский район. Элементарный вопрос. Он не решался. Я с губернатором переговорил, получил поддержку. Значит, мы будем эту улицу сейчас проектировать, на следующий год ее сделаем. С приходом Николая Ивановича Меркушкина, конечно, вопросы социального развития города и области, вопросы дорожного строительства, они кардинально были пересмотрены. Общественный транспорт постепенно будет возвращаться из частных рук ведения муниципалитета. Договорились на встрече. В Самаре закуплены 82 новых автобуса и 19 троллейбусов. До конца года планируется приобрести еще порядка 50 автобусов, 20 троллейбусов и 10 трамваев. Они будут ходить по самым востребованным у горожан маршрутам. С осени решение всех вопросов каждого района, отдельного микрорайона, двора, станет в разы быстрее и эффективнее. Этим займутся районные советы депутатов, которые формируются из самих жителей. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.